здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала с вами снова лидия погода в берлине сегодня печальная такая же печальная как и пенсии немецких пенсионеров современные пенсионеры задаются вопросом зачем мы работали 40-50 лет если сейчас мы находимся за гранью бедности мы сейчас получаем столько же сколько и те люди которые никогда своей жизни не работали не говорят мы 40 лет выплачивали взносы в пенсионный фонд и в конце концов нам едва хватает денег на жизнь особенно страдают женщины которые работали не полный рабочий день и не потому что они не хотели работать полный рабочий день а просто не могли у них были дети и за детьми тоже надо присматривать на сегодняшний день в германии практически 21 миллион пенсионеров это примерно одна четвертая от всего населения германии мужчины в среднем получают 1186 евро а женщины 764 это очень мало в германии существует так называемый пакт поколений что это значит это значит что те кто вышел на пенсию живут за счет тех взносов которые платят современные работающие люди германия была первой страной которой появилось социальное страхование и случилось это еще во времена первого канцлера германии отто фон бисмарка в конце девятнадцатого века основной принцип той системы сохранился до сегодняшнего дня это своего рода пакт поколений работающие содержат вышедших на пенсию отчисляя определенный процент своей ежемесячной зарплаты государственный пенсионный фонд фонд средства не аккумулирует и никуда не вкладывает а сразу перечисляет пенсионерам то есть действует модель прямого и непосредственного перераспределения доходов на протяжении первых нескольких десятилетий солидарность поколения германии была довольно устойчивой потому что оставалась не обременительной для работающих 1891 году размер отчислений работающих в германским пенсионный фонд составил всего одну целую семь десятых процента ежемесячного заработка этого при высоком уровне занятости населения и скромной продолжительности жизни хватало на то чтобы обеспечить немецким старикам и старушкам приемлемый уровень жизни 1924 году три с половиной процента 1928 уже пять с половиной а в сорок девятом году десять процентов по прогнозам экспертов в 2021 году дотации пенсионного фонда из госбюджета германии превысят 100 миллиардов евро это следствие принято в прошлом году в германии так называемого пенсионного пакета правительство гарантирует что до 2025 года пенсии в стране не опустится ниже 48 процентов средней зарплаты а отчисления пенсионный фонд останутся пределах 20 процентов что будет потом зависит от немецкой демографии и экономики на что же уходят пенсии немецких пенсионеров возьмем за основу семейную пару старше 65 лет они получают в среднем 1900 евро первая статья расходов и она же самая большая это конечно же жилье арендная плата и коммунальные услуги она составляет практически 700 евро вторая статья расходов это телефон электроэнергия страховки и конечно же расходы по автомобилю составляет примерно 250 евро в месяц третья статья расходов это питание одежда ведение домашнего хозяйства примерно 600 евро остаются свободными 350 400 евро на которые пенсионеры могут либо купить подарки своим детям и внукам либо отложить на путешествие и может быть какие-то маленькие развлечения около миллиона пенсионеров на сегодняшний день нуждаются в дополнительной помощи государства что же делать когда пенсии не хватает германии пенсионер считается нуждающимся если суммарный доход лица не превышает 865 евро в месяц в этом случае немецкий пенсионер может обратиться в объединение немецких фондов пенсионного страхования душе рентин ферзи хирунг за социальным пособием она называется в германии базовым материальным обеспечением грунт зихерунг пособие покрывает расходы по медицинской страховке одежде аренду жилья и отопления величина пособия рассчитывается индивидуально зависит от многих факторов и может отличаться в разных землях если в германии минимальный размер пенсии минимального размера пенсии в германии как такового нет зависит от стажа пенсионных отчислений произведенных за годы работы чем выше эти отчисления пенсионный фонд тем выше будет пенсия ориентиром служит сумма 512 евро на нее может рассчитывать пенсионер который получал минимальную зарплату на сегодня в германии более полумиллиона немецких пенсионеров находится в положении нуждающейся в финансовой помощи государства но не будем забывать что инфляция делает свое дело цены на жилье на продукты растут и молодые современные люди которые сейчас работают задумываются а имеет ли смысл вообще работать и как они будут жить на пенсии